И так, всем привет, с вами Топгай. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы начинаем играть за левый гамедань в Кайзаршизе. Здесь у нас на старте прямо именно леваков особо-то нет, но потом из лиги 8 провинций выделятся. Соответственно, чуть предыстории посмотрим и уже на них пересядем. И начнем гражданскую войну. Думаю, мы будем стараться объединить весь Китай, освободить весь Китай, всех рабочих Китая. Скорее всего, ликвидировать угрозы Японии. Возможно, какая-нибудь еще Азия у нас может быть как цель, но это уже, я думаю, вторично. Плюс-минус Индия, тут какие-то вот эти территории. Думаю, до Европы нам дело будет 0, до Америки тем более, до Африки тем более. Так что, примерно вот так. Поехали! Фокусы здесь есть, но на самом деле они не сильно интересны, потому что мы пересядем, наверное, у нас будут другие фокусы. Вот с исследованием, может, какие-то мы еще и успеем. Это я бы попробовал исследовать. Вот наш лорный ивентик здесь, можете почитать, если вам интересно. Есть правильное правительство, есть немцы в нашем правительстве и наши внутренние проблемы. Что ж, Лига обязательно выстоит. Итак, Сунь Чуньфан. Встреча с губернаторами, но забавно, что губернаторов как раз кинет, но есть еще много чисто военных деятелей. Тут какие-то государственные безопасности, все вопросы решаются. Что может быть не так, верно? У нас же вроде все хорошо. А Керенского убили. Не повезло, не повезло. Открываем мы железную дорогу и они приносят процветания, ну все. Видно сразу, что наша сторона будет только процветать. Но что такое? Отказались АУГ приобрести дороги? Ммм, неприятный сюрприз. Беспредки распространяются. Неужели крестьянам реально нечем заняться? Смотрите-ка, нападения на иностранцев начинаются. Видно граждан Германии. В итоге становятся неизбирателями. Это, конечно, плохо. Так, бойкоты и пеки. У нас тут есть выбор, наказать только жестоких или принять максимальную силу. Блин, я даже не знаю, что мне здесь выбрать. Давайте только жестоких, что ли. Не думаю, что это на что-то влияет именно для нас. И начинаются взрывы уже на железнодорожных путях. Наша сторона как-то начинает падать с железнодорожных путей. И как раз таки разрушение начинается. И вот сообщение с севера и юка у нас разрушается потихоньку промышленность. Время прибывает телеграмм из Пекина. Все ли у вас в порядке? Да, все под контролем. До связи. Еще один инцидент. Может листать все еще хуже. Там обязательно встанет. А вот уже ребята и отказываются от дальнейшего сотрудничества. Появляется первый независимый генерал. Но мы за ними. За них играть не будем. Так что пускай там себе занимаются. Крах Берлинской фондовой биржи произошел. И Германская осуществительность уступает контролю над портами. Над какими? Хороший вопрос. Видимо здесь что-то. Черный понедельник достиг нас. И промышленность разрушается еще больше. В Франции патовая ситуация. В политической сфере. Так мы можем, кстати говоря, фокус еще какой-то взять. Не думаю, что это на что-то будет влиять. Но давайте, так как с этой стороны мы пересадимся, будем исследовать им корабли. Обязательно это им пригодится. Так, разлад в рядах происходит. И митя же будет наказана. Не будет. Чудовищное преступление. У нас убили нашего правительства. Вертельно раненые застрелили сзади убийцы. Передитые служанкой. Сибалики находятся на волоске. Распространяется неподчинение. Маршал Сунь скоро должен проснуться. Ну, слушайте. Да-да. И... УПФ принял шипов по помощи. Это кто? Это маршал, который теперь будет у нас... Понимаю, править, да? Ну, не у нас. Что нам делать? Елесики и команды разбилась в дребезге. Восстание в Фудзиане. И играть за Гамедань. Отбросы это не Гамедань. Отбросы это, как говорится, вы. Вот он, наш левый Гамедань появляется. От Панк Джин Вэээм. Ван Дзин Вэээ, ладно. И что у нас есть по фокусу? Давайте сразу посмотрим. Не так много, но и не так мало. Здесь у нас справа дивизии. Кстати говоря, возможно, стоит взять. Потому что здесь спавнят дивизии сразу 14 дней. А здесь винтовочки и промышленность политка. Да, давайте начнем, наверное, с именно дивизии. У нас их не так много. А вот у этих ребят дивизии немало. Ну, сейчас они еще с этими начнут воевать. У нас также сразу появляются вот эти вот задания. И потом еще решения по войне. Нам нужно захватить Сямэнь. Мы получим вот это вот 500 винтовок за него. Сямэнь. 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 Здесь написано Сямэнь. А здесь написано Сямэнь. Хороший вопрос, что правда на этом мы не узнаем. И захватить еще Минхоу и Ганан. Это вот этот Минхоу и Ганан. Это вот этот регион. По факту нам нужно захватить эту провинцию. И там чуть-чуть и мы получим еще корки сразу. Корки, а тут еще и винтовки. Отлично. Тогда смотрите, что мы будем делать. Сразу делаем... Знаете, как мы будем делать? Вот так. Вот так и вот так. Что у нас есть по генералам? У нас есть литбау. Блин, выглядит очень классно, кстати говоря, этот парень сразу. У нас очень много блестящих стратегов. Есть негибкий стратег. Кайф. Это, конечно, приятно. Давайте вот этого, наверное, сделаем нашим фельдмаршалом. Может у него есть скидка на повышение и организатором полезен будет. Да, а вот этого парня уже сделаем нашим обычным генералом. Можно вот этих на фельдмаршал поставить. Но нет, я дождусь, пока у меня немножко командных ресурсов подкачается. И поставлю вот этого парня. Нужно будет 30 очков. Копим. Что еще могу сказать? У нас какие-то кнопки есть, но это не те кнопки, которые интересны. Так что поехали. У нас, кстати говоря, если что, тут некоторые проблемы с армией как будто должны быть. Вроде, да, наверное. Это будет реформироваться. Ладно, поехали. Начинается наша прекрасная ужасная война. И сразу мы вступаем в бой вот сюда. Пока наша дивизия уходит вот так. Займем мы этот регион, заняв вот эту провинцию. Займем вот этот регион, заняв вот эту провинцию. Потому что это самое главное. Сразу три миссии должны таким образом сделать. Маршал Упэйфу поддержал Нанкини, кстати говоря. А Нанкини это вот их, да? Ну окей, ну смолучите. Сейчас видите, как эти ребята их там должны обрезать и разбить часть армии. Их у них, конечно, много дивизий. И мы сейчас тоже попытаемся что-то сделать. В идеале, конечно, вот так вот. Но так вот, наверное, и не получится. Посмотрим. Я как бы еще не воевал здесь в Китае за Гаминдан левый. Так что сложно сказать, что у нас как будет. Единственное, могу сказать, дивизия у нас, конечно, это просто, ну нечто. 12 атаки базовых. Да, по 4 каски в дивизии. Здесь еще повстанцы. Ну, получение. 6 атаки базовых. Эх, это будет... Наша битва будет легендарной. Ну, я вам скажу, мы успеем сюда пройти. Блокируем теперь их вот здесь. И попробуем вот так вот обойти. Здесь мы сейчас займем провинцию. Пробуем следующий ворскорп. О, здесь еще отвалились, ребят, отлично. Нам немножко упростить события. Вот мы целый регион сразу забрали. Давайте сюда, Нанчань. В основных нету кнопок, ну и ладно. Можем отзывать, так сказать говоря, из Индии. Какого-то парня. Не так там интересно, как побыстрее регион занять. И отсюда мы сможем поднять ополчение, кстати говоря. О, и так как мы заводили вот эту провинцию, случился нереальный мем. У них все войска, ну территория передали с нам. И все войска оказались окружены. Неудачно получилось, да, ребята? Да? Кстати говоря, есть еще один нюанс у нашей страны. У нас нету военно-заводов, у нас нету фабрик. Да, так сказать, есть нюанс у нас, но, блин. Если, кстати говоря, вот эти какие-то супер хорошие дивизии, их я бы и обучал. А, мы только вот эти можем обучать. Да. Сколько у нас надо? Давайте две закажем. Может, когда-нибудь мы их обучим. А, предлагаю добровольцев коммунов хората, возьмем. И я, знаете, что сделал? Я вот сюда перевел всю армию, вы могли заметить. Я не знаю, насколько этот долг порешал, но, видите, здесь заспавнили нам дивизии все равно. Но есть ощущение, что это некоторую все-таки помощь нам оказало. Тот факт, что большая часть дивизии... Их было, да. И Нанкидская клика капнула. Давайте-ка сразу схаваем все здесь. Мы, скорее всего, даже реально сможем забрать все. Это меня радует, несомненно. Возможно, нам еще кто-нибудь пришлет потом поддержку добровольцами, как Индия. И мы сможем как-то дефаться. Но теперь я чувствую, мы будем дефаться против вот этого противника. И это вряд ли будет просто. Мы даже поведили настолько быстро, что у нас не набралось политки. И поднять ополчение. Но очень быстро. Нужно будет сюда сразу выйти в политку и винтовки. Потому что у нас винтовок тоже не очень хватает. Ух, это война. Да, это война будет с чем-то. И смотрите, мы можем заспавнить еще дивизии. Но нет, давайте политку. Как бы, да, чтобы отсюда еще кнопки понажимать. И, скорее всего, здесь еще какие-то кнопочки можно будет подделать, наверное. А вот, наверное, что я хочу. Один военный взвод вне карты. Клика побеждена, отлично. А столица в Нанчанге. Да, давайте перенесем. Потому что дает 50 политки. Я хочу получить 50 политки. Отозвать кого-то, наверное, я не хочу. Это, видимо, нам генералов дадут. Не так интересно. А вот две дивизии заспавнить, это нам надо. А это что? Это национальная территория, да, сделать. Слушайте, ну здесь вверх, все здесь ни хрена. Слушайте, как будто нам это не нужно, честно говоря. Инциденты в энджерон, в оккупации, но это не звучит страшно. Возвращение центрального комитета. Еще одна дивизия у нас добавляется. Слушайте, это приятно, приятно. Она регулярная. Конечно, касса тут нифига нету, но она хотя бы регулярная. И в целом мы уже примерно сравнялись с вот этими ребятами по дивизиям. Скорее всего, чуть-чуть больше, но слишком чуть-чуть, чтобы это что-то на что-то влияло. Итак, утвердили правительство. Давайте-ка военный завод нам надо добавлять. Нам нужно производить винтовки. Очень хотелось бы. В идеале, конечно, блин, вот видите, эти части нельзя не распускать, не менять. И это, конечно, очень неприятно. Потому что дивизия 6 атаки, это, конечно, просто бесполезное говно. Но, ладно, посмотрим. А мы можем как-то начать с расами наступления? Либо это будет правительство ЦИН, оживление Китая. Нет, это уже на ЦИН. Как-то у нас же должна начаться война с северными ребятами, потом с западными ребятами. Будем изучать. Ой, у нас одна фабрика появилась. Вау. Блин, ну вот видите, проблема в том, что они не наши национальные территории. Вот поэтому надо закорить сразу вот это. Здесь есть один военный завод. Но больше у нас, по-моему, особо нигде ничего нету. Да, так что особо курить смысла дальше нету. А вот я бедла на самую войну. Окей, это настало. Смотрите, что мы делаем тогда. Мы пытаемся просто... Так, начинается до войны. И добровольцев опять нам присылают. Отлично. Ладно, у нас не такие плохие дивизии, на сравнении с ними. У них точно такие же отвратительные дивизии. Так что шансы у нас есть. Если все войны камнями, тогда тут около один лишний камень, тот, конечно, и победит. И лишний камень пока что как будто у нас. Ну, они еще, наверное, не все дивизии пригнали. Скорее всего. А может, у них просто их на самом деле мало. Мы, конечно, об этом не узнаем. Но у нас скоро должен появиться один военный завод. И мы начнем еще свои винтовки делать. Представляете? И мы даже заняли вот здесь вот провинцию. Давайте-ка одно воплачение. Ага. Не жалко, но уже и не пробиться. Окей, тогда как-то так вот пытаемся. Но, не знаю. Война выглядит как будто мы ее не сможем в нападении выиграть. Я думаю, пока война идет долго, можно было бы ячейку сделать, чтобы заранее, заранее уже мы начали исследование. И нам очень не хватает вот этого бафа. Да и, в принципе, здесь тоже поменялись. Здесь уже и так нормальный баф. Здесь, кстати говоря, тоже нормальный баф. Так что сейчас мы поставим Сейфельдмаршала. А, где этот прекрасный мужчина? Вот он, да. 0,69 кп. Еще один день, да, я так подозреваю? Нет, не один. Ладно. В общем-то, сейчас будем исследовать лишнего. А все исследования, как известно, не лишние. Но, конечно, сейчас битвы здесь предстоят... Господи, как вы переходите в провинцию? Битвы здесь предстоят очень долгие, потому что ни у кого нет атаки. Ой, смотрите, как они решили сделать атаковать. Прямо с нескольких направлений. С шансом подкрепления в 2%. Удачи им с этим. Кому нам храта присылает свою дивизию, наконец? Ну, будем пробиваться где можем. Вообще, мало где можем. Ну, будем. Сбор урожая 36-го. Стабильность, типа, получить, либо не получить. Слушайте. Но вообще стабильность нужна, да. Ой, и вот он, военный завод, который будет делать нам теперь винтовки. Ура, товарищи! Ну, и вот так вот протекает эта война. Господи, просто... Просто, не знаю, это нечто... Ни у кого нет атаки, поэтому ноль потери всех. Эх. Мегендарные войны. Жабы и гадюки, так сказать. Вот мы опылинули нашего фельдмаршала, и теперь он у нас здесь будет на дивизиях. Пока что, даже не знаю, перков ему... Типа, ладно, вот этот можно сразу вкачать. А, ну, сразу как у нас появятся очки, нет. Но мы их потратим вот сюда, я думаю. Будем как-то потихоньку усиляться. Но сложно, конечно, когда так и нет. Третий на рационал. А, да, мы, конечно же, приедем. Все делегаты прибыли, отлично. Может, нам кто-то что-то поможет. Итак, как обычно, в роли-женщик на мировую революцию происходит 10 палетки, либо 1 стапка. А стапка, конечно, поважнее. Слушайте, коммуна Пахарата, как ни странно, очень помогает нам, потому что у нее в два раза больше атаки, чем у нашей дивизии. А, отправить военных советников для обучения их армии, блядь, вовремя, да? Они у нас тут помогают, но их будет в два раза больше атаки, а мы им управляем советников. Это, видимо, ивент у всех одинаковые, но по факту это, наверное, французские советники выдают. Ну, было бы логично. Ну, пока сидим просто в обороне, потому что там, я подозреваю, тоже, да, нету военных заводов. У нас один, блин, у нас даже один завод есть, а у них нету. Просто сидим, ждем, пока они потратят винтовки и людей. Людей там, кстати говоря, должно быть, да, тоже не так много. Ну, 140 тысяч вообще для этого фронта это миллионы в обычных, так сказать, числах. Так что есть там люди. Вот они называют форсировано, так, господи. Надо укреплять вот этот фронт. Ну, вот сейчас они будут терять, да, очень много боеспособностей. Только так мы можем, наверное, их выиграть. На их потерях просто-напросто, потому что... Ну, мы им уже прорвать фронт вот такой дивизии, объективно говоря. И мы, наконец-таки, исследовали ячейку себе, да, добавили. Теперь мы добавляем себе винтовочки. Тысяча винтовок нам будет очень даже кстати, что мы недопроизводим. Фронт немножко сыпется на западе, но надо понимать, что урон мы им наносим тоже значительный. Если посмотреть сюда, очень значительный. 7000 против 2000 наших. Если заглянуть в технику, то да, винтовки они теряют примерно в два раза больше, чем мы. И это очень хорошо, и это очень отлично. Так и надо. Тем более у нас тут генералы качаются. В общем-то, нормально, нормально. Надо только чуть-чуть что-то перебросить будет на запад. Но я думаю, мы справимся. Какой-то нереальный флекс происходит. Дивизии, видимо, решили перейти на какие-то странные тактики. Ранее нами не виданные, чтобы сбить нас с толку. Но вроде они им не сильно помогают. Тем не менее, здесь напор прям очень солидный, конечно. Конечно, эту провинцию мы, конечно, будем пытаться удержать как можем. Но есть шанс, что и не удержим. Хотя вообще, блин, потихоньку, потихоньку, я думаю, пробьемся. Можно, кстати говоря, поставить военную экономику, но я думаю, это бесполезно для нас будет. Потому что у нас все равно нету заводов, да. Ни фабрик, ни... У нас одна фабрика, у нас все равно не будет больше ничего. И мы не строим военные заводы, а строим же дек пунктом снабжения. Так что не будем тратить туда палитку. Возможно, есть смысл, кстати говоря, включить свободную торговлю. Я думаю, да, у нас сейчас... Как бы, да, у нас добавится за счет этого 9% исследований. Блин, 10 строительства и 10 объема. Так что давайте-ка туда пойдем. Все-таки найдут у нас ресурсы, потом, может, поменяем. Но пока что это очень важные бусты для нас. Самый главный буст, конечно же, исследования. Потому что исследования не требуют никаких фабрик. Мы сможем намного больше, чем вот эти ребята, наисследовать. Причем мы еще взяли сразу ячейку. Так что вдвойне больше, я бы сказал. Слушайте, смогли прорваться они вот здесь? Ну, как прорваться? Я просто не прикрыл эту провинцию. Потому что я не заметил, что здесь тоже можно пройти. Но вообще можно. Ну, ситуация напряженная. И мы получили второй военный завод. А сейреб скан делает, тем временем наша фабрика, наверное, знаете, что будет делать. Покупать нам сталь. Потому что нам нужно производить побольше. И на фоне этого нам бы прям дивизии пообучать. Причем... Ну да, давайте еще парочку добавим. И сюда поддержку арты бы добавить. Вообще, и сделать бы, наверное, вот так. Хотелось бы. Хотелось бы. То есть, тогда вот так. Одну дивизию хорошую прям делаем. Сразу делаем нашим, именно нашим дивизиям, иконку отличающуюся. У нас пока здесь такая только одна дивизия. Ну, будет больше. Больше того, мы даже можем себе позволить вторую. Сейчас еще тысяча винтовок заедет сюда, да? Как бы и третью можем обучать после этого. Нормально, и артиллерию допроизводим. Потихоньку перевооружаемся. Опять-таки, здесь ноль военных заводов. Мы очень хорошо сейчас, так сказать, на дистанцию играем. Возможно, у них тоже есть фокусы на снаряжение. Я все их не изучал. Вот вопрос, что нам взять теперь, честно говоря. Я, кстати говоря, еще территории оккупированные... А, стали уже национальными, потому что поднялось подчинение. Короче говоря, потом вам покажу. У нас есть уникальная там, я так понимаю, китайская форма оккупации. Потом покажу. Можно выйти вот сюда в фабрику одну. Наверное, я бы туда хотел выйти. Но вообще, вообще-вообще, давайте-ка 500 винтовок заберем. Да, нам нужно дивизии делать. Нас здесь все пытаются зафлексить, но наши бойцы не сдаются. Я понял, что эту провинцию лучше отдать. Потому что у нас там не очень снабжение. Если мы продолжим за нее драться, то может закончиться плохо. Поэтому давайте-ка немножко фронта подправим. Тем более, что теперь это их дивизии вот здесь будут гореть, а не наши вот здесь. Ребята, там у них какая-то гражданская война, еще что-то. Но нам не интересно, у нас интересный собственный фронт здесь. Который удерживает, ну, вообще, объективно говоря, немножко сложновато для нас. Но нормально. Мы будем, я думаю, полностью этих ребят обучать. Так, да, будем экономить снаряжение на обучении. Потому что мы пока еще держимся. Мы пока еще очень хорошо держимся. Пускай они будут просто максимально хорошими. И эти уже дивизии будут прорываться, я бы сказал. Потому что нужно просто набрать атаку. Несколько дивизий по, блин, 5 атаки ничего не сделают. А тут мы получим одну в 45. Думаю, еще потом мы вот, наверное, на строительстве поставим себе новые винтовки. И будем производить новые винтовки. И вообще, вообще, мы ничего не строим. Давайте сразу винтовки исследовать новые. Но очень много не теряют снаряжения. Очень много теряют людей. Все-таки для Китая, в принципе, это можно пережить. На самом-то деле. Так, давайте возвращаем сразу. Вопрос. У них есть ли такие же фокусы на снаряжение? Потому что по ощущениям, да. Но по факту, похоже, нет. Я не вижу нигде ничего такого. Так что это, наверное, значит, что мы сможем просто их реально, да, вот так вот по ресурсам победить. Вообще не да. Германия, с Игоря, обидела войну больше, потому что они там, видимо, какого-то короля выбрали или какую-то партию выбрали. Это авторитарная демократия, которая не понравилась Германии. Ну, не повезло, не повезло полякам. А нам пока вроде везет, но как-то, блин, вроде и нету. А, там добровольцев накидали. Блин, так японские дивизии-то нормальными будут, скорее всего. Ну да, 23 атаки, а не 5. Неприятно. И здесь фонтянские тоже дивизии. Да, они атакуют сюда. Почему-то здесь все равно не видно, да, флаги не фонтянские. Но, тем не менее, нас пробивают. А, они сверху, потому что да. Ну вот, блин, 100 атаки японец пришел. И 70 фонтянь. Такое держать нам, конечно, сложно. Где добровольцы, как говорится, из Франции и Британии? Почему их нету? Где помощь? Почему тут нету помощи? Хочет кто-то в Виннице. Это, если вы не знали, одна такая китайская провинция. Блин, ну, с японцами, конечно, у них дело вообще полезло намного побыстрее. И это очень меня расстраивает, что к ним добровольцы приходят, а ко мне нет. Но у нас еще есть резервы, которые обучаются. Я думаю, они смогут нам что-то как-то в нашу сторону что-то перекинуть. Нужно побыстрее опять такие командные ресурсы набрать. И тогда сможем еще здесь 5 атаки зафармить. Либо сразу здесь 10 зафармить за 15. Звучит выгодно. И я экстренно перебрасываю 2 дивизии на запад. И, наверное, одну вот эту дивизию сюда. Потому что иначе фронт сейчас посыпется просто. И он посыпался. Ладно. Неприятно получилось. Здесь мы смогли его установить. Ну, там дивизии не успевают рефорситься. У нас радиус только через 80 дней будет. Ну, пока как есть. Ага, нужно укрепить вот ту провинцию. Давайте две дивизии туда перепросим. А, здесь нету прохода. Господи. Отлично. Все, тогда эти дивизии идут вот сюда, я думаю. Да, здесь все-таки полностью перекрыт проход. Это чуть-чуть упрощает нам действия. Ну, мы небольшие подкрепления сюда отправляем. В принципе, я не буду отступать сфорсированно. Пускай, если они хотят, вам три дивизии долбиться, пускай долбятся. Здесь подкрепления так или иначе все равно успеют. Когда-нибудь эта дивизия обучится. И я ее сюда заброшу. Но, по ощущениям, надо будет ее деплоить чуть пораньше. Ну, посмотрим. И у нас есть еще один фокус. В фабрику, наверное, идти лучше. Опять-таки, мы могли бы мы взять еще снаряжение мы бы взяли. Но у нас его просто нигде и нету. Да, потому что здесь надо победить. Здесь надо, опять-таки, тоже... Это все фокусы по конфликтам. Мы их пока не можем. Давайте просто в фабрику тогда берем. И, наверное, все-таки вот эту дивизию удалим. Пускай будет две. А остатки пускай идут вот в эти дивизии. Опять тактика флекса, черт. И наши дивизии как будто бы... Да, как будто проигрывают. Блин, флексеры, конечно, японские пришли и мешают нам побеждать. Ладно, что я думаю. Давайте продолжим это все в следующей серии уже. Потому что это к концу. Я думаю, в следующей серии мы обучим себе нормальные дивизии. Наши враги, причем истощатся, я думаю, к этому моменту как раз-таки. Да, они в два раза больше несут потерь. Что по людям, что по снаряжению. И мы сможем постепенно перейти в контратаку. Опять-таки, военных заводов нету. Снаряжение братьям нет куда. Оно обязательно закончится. А с вами был Допгай. Чтобы мои видосы не заканчивались, обязательно подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии. Также можно поставить себе на твичу, вступить в дискорд. И всем привет. Пока. До скорых встреч.